Приехал в Авриндаван из Бабанетчуа, чтобы продавать этот журнал. И высказываетесь, что через журнал он подойдет ко всем нам и скажет, «Эй, как вы думаете, вы что вообще делаете?» И он приехал в Матху увидеть своих духовных братьев. И он молился Горгавинди Махараджу. Этот сад очень привлекателен. Но он живет из Горгавинди Махараджа. Пожалуйста, пошли мне знак. Скажи мне, скажи мне, это нормально или нет. Горгавинди Махарадж вошел в Мальсер. И умолял меня, пожалуйста, позаботься о моих учениках. Когда преданный услышал это, с того мгновения он предался. Потому что он просил Кришну, Горгавинди Махараджу, пожалуйста, пошли мне знак. И на следующей журналке, вот тебе знак. Твой Горгавинди Махарадж вошел в Мальсер и попросил меня позаботиться. «Хочешь еще что-то?» Гуру действует именно так. И тогда ты можешь понять, мой гуру учит меня через него. И Гурудев это подтвердил. Когда он дал мне саньясу, много лет спустя. Утром в 5 часов, когда я пошел к нему получать саньясу мантру к нему в комнату, он сказал мне, Горгавинди Махарадж просил меня, «Тебе придется дать моим ученикам то, что я не успел им дать». Когда я смог действительно увидеть Шри Гуру в течении, шри Гуру, а не теория, да, Шри Гуру это одно целое, Директно, Горгавинди Махарадж говорит мне через него. И если мы можем смотреть именно так, «Ой, мой гуру-дефа предоставляет меня через Ваишнавов». Мой гуру-дефа не исчез, он всегда здесь, и он говорит устами преданных. Не автоматически саньяси, это может быть любой из преданных, который дает какое-то наставление. Как я упоминал один из дней, того старого Ваишнава, ученика Бхактисидан Ширасвати, Шреникетана Махарадж, 60 лет после ухода своего Гуру, и какой-то новый преданный принес ему журнальчик с хорошим прикаткой Горгавинди Махараджи. Начал читать и плакать. «Мой гуру-деф все еще наставляет меня». Один преданный спросил Шрилу Бхактибалов Хутиртху Бухараджу. Мы отдали свою юность движению Прабхупады. Мы забросили учебу, карьеру, все отдали в движение. Потом во Франции все движение искон взорвалось. Гуру ушел, ушел женщиной деньгами, и все развалилось. Все переленились, начали заниматься бизнесом. Мы потеряли так много своего энтузиазма и веры. Мы больше не настолько привержены идее общества. Махарадж, пожалуйста, подскажите нам, на что мы можем надеяться? Чего мы можем ожидать? И Махарадж сказал, «Вы всегда будете спасены». То есть Кришна или ваш гуру-деф будет всегда посылать кого-то, кто будет помогать вам. Если мы искренне делаем все, что мы можем, я не говорю, что нужно быть чистым учеником. Это не происходит мгновенно. Но делать все, что ты можешь, лучшее из того, что ты можешь, со своими качествами, достоинствами и недостатками, со своими слабостями и со своей искренностью, ты делаешь все, на что способен. А даже, если иногда ты делаешь не все, на что способен, у тебя есть слабость и ты падаешь, ты поднимаешься и продолжаешь идти. О, Кришна всегда что-нибудь устроит, или твой гуру-деф устроит что-нибудь так, чтобы продолжать учить тебя. Я не знаю, рассказывал ли я здесь уже об этом лине. Сарасвати так говорил, если бы мой гуру не принял множество обликов, как бы он смог защищать меня. Поэтому каждый раз, когда мы слышим какое-то представление, которое применимо к нам, мой гуру-деф учит меня через него. Потому что, снова, гуру — это не тело, гуру — это принцип. Суть отношений — это шикша со стороны гуру и сева со стороны ученика. Один преданный спросил Прабхупаду, каковы отношения между учеником и гуру. Прабхупад ответил, что это основано только на служении. Они — гуру-деф, гуру-деф, а практически ничего. Где служение? Где практическое применение наставлений? Чему учит гуру? Служи Кришке. Посвящай свой ум, свои слова и свое тело настолько, насколько ты способен к служению Кришне. Именно этому учит гуру. Тысячи способов. Ари-катха всегда одна и каждая. Он просто представляет то же самое сразу, что он тот ученик, чтобы убедить этого негодяя ума, что это именно то, что нужно делать. Убеждайся его снова и снова. Придайся пути Бабхе. Это твоя вечная природа. Думай, что что-то еще может сделать тебя счастливым. Не теряй время в своей драгоценной человеческой жизни. В основном именно этому учит. И как это делать, почему. И то, и то, и то. Но послание всегда одно и то же. Если мы предаемся своей вечной природе, то это невероятный поразительный потенциал души развивать чистую любовь, и услышать Кришне, этому замечательному, без каких-либо личных мотивов. Тогда это станет реальностью. Мы должны только шаг за шагом следовать процессу. Мы можем поговорить немного о Мадуре Кадамбини. Дуруда говорил, Кришна как радуга, не касается ни земли, ни рая. Он абсолютно независим. Сватантра. И свапракаш самопроявлен. Один из дней на общественной программе женщина задала типичный вопрос, который обычно задают атеисты. Но кто создал Бога? Атеисты думают, что это самый такой вопрос, на который никто не сможет ответить. Они позволяют тебе рассказать все, и говорят, хорошо, а вот теперь скажи мне, у всего есть причина, а какова причина Бога? И нужно сказать им, но вы не понимаете, что означает Бог. Бог, этот закон причин и следствия применим к материальному миру. За пределами материального мира причинно-следственная связь отсутствует. То есть Кришна не находится в этой сфере влияния закона причинно-следственной связи. И для человеческого мозга это непостижимо. чем может быть что-то, что лежит вне рамок пространства, времени, законов физики, и закона причинно-следственной связи, который, кстати, является одним из законов физики. Мозг не может это вместить в себя. Поэтому я сказал ей, что в словаре определение слова Бога высшее вториквест. Высшее означает что? что нет ничего выше Его. Нет никакой причины. Если ты будешь идти назад-назад-назад-назад, до тех пор, пока уже дальше идти некуда, ничего за этим не стоит. Вот это и есть Бог. Перед вами Бог. Сарва карана каранам, причина всех причин. Мы очень удачливы. У нас есть одна глава Брама Самхита. Их была сотня. Но это наставление, которому 370 триллионов лет. Поэтому, когда Брама увидел Господа в своем самадхе, он описал, и это называется Брамой Самхитой, молитвами Господа Брама. Кто такой Верховный управляющий? Сад-читананда Виграха. Сад-читананда Виграха. У него трансцендентное тело. У него есть тело, и оно трансцендентное. Сад-читананда. Анадир. Адир. У него нет начала, и он начало всему. Он Говинда. Сарва каранам каранам, причина всех причин. В одном стихе вся суть. Брама не использует много слов. Ишвара Парамакришна сарчитананда Виграха. Анадир. Адир. Говиндад. Сарва каранам каранам. This is God. That is beauty. Затем его крестатан. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Д evangeliant Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Д el b Xauzoh Субтитры создавал DimaTorzok Делать az anciana DimaTorzok Bapun M物手 DimaTorzok 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 а Центр будет раздавать в соответствии с потребностями. Мы должны развивать эту веру. Если мы будем давать Центру Кришне, тогда Центр Кришна будет давать нам все, в чем мы нуждаемся. Взять окружность, например. Если Вы на окружности, то просто будучи частью окружности. Когда ты находишься на окружности, все гармонично. А если ты начинаешь говорить, да, нет, но получу ли я то, что мне нужно, ты пытаешься сделать еще один круг, где ты уже становишься Центром. И два Центра начинают конфликтовать между собой. А каждая Центра, желающая быть своим собственным Центром. Все получаются в конфликтов. Даже если только два Центра. Кришна и одна Центра. Кришна и одна Центра. Рано и то, два Центра. Две окружности будут встречаться и пересекаться, вступать в конфликт. А если ты будешь расширять, 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 это часть Шаранагати. Понимать Кришну, как того, кто тебя защищает и поддерживает. То есть любые интересы, все, что мне нужно, он мне обеспечивает. Поэтому Шаранагати означает сознательное развитие этих шести принципов. Принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Сознательно, медитируя, принимать. Кришна поддерживает меня. Кришна меня защищает. Вовсе не моя задача поддерживать. Не мое тело, кто меня будет поддерживать. Кришна дает мне разум. Кришна дает мне работу. И через моего Босса, через моих покупателей, Кришна меня поддерживает. Как преданные, когда они принимают лекарства. Они не полагаются на лекарства. Они молятся Господу Дуинвантари. Тому, кто дал медицину человечеству. Пожалуйста, вылечи меня через это лекарство. Вовсе не таблетка. Это Господь, пожалуйста, защити меня, вылечи меня с помощью этого лекарства. Это означает сознательное развитие. Кришна обо мне заботится во всем. Я не еду в супермаркет, не покупаю еду, чтобы ее съесть. Кришна меня поддерживает. А это просто внешнее действие. Но Кришна меня поддерживает. Если бы Кришна не создал все, что есть вокруг, что я могу есть, что бы я ел? Гайки и болты? Невозможно есть гайки и болты. Все, что мы можем есть, сотворено Кришной. Кто сделал земли, кто сделал воду, кто сотворил дождь, солнце, кто сотворил зерна, фрукты, коров. Все, все было сотворено Кришной. Поэтому Он поддерживает меня. А поскольку Он любящий отец, Он защищает меня. И все, что происходит плохого, это все же Его милость. Я должен был потерять руку, но просто порезал пальчик. Придор всегда думает, все, что происходит плохого, Кришна очень милостиво сверл как минимум. Дал себе только небольшую часть. И у нас есть этот пример, один преданный в Узбекистане. Его перерезало поездом. И они должны отрезать ему руку и ногу. Он был несколько месяцев всего преданным. Просто Харинаму получил. Когда мы написали Гуру Деву, Он сказал, да, по карме Он должен был умереть в этот день. Но поскольку Он только что принял прибежище в Гуру, Он не умер. Некоторые могут сказать, да, но Он же потерял руку и ногу, насколько это хорошо. Некоторые говорят, уж лучше умереть, чем так. Но этот преданный вовсе так не думает. Он ездил вниз со своей одной рукой и ногой. И каждый раз, когда я давал лекцию, каждый день Он приходил. Там не было лифта в доме. Он поднимался на четвертый или пятый этаж. На четвертый этаж, на самый высший этаж здания дома. На костылях. И Он сказал мне, я был таким большим материалистом, таким наслажденцем. И делав это, Кришна спас меня так сильно. Представьте себе. Просто потому, что Он принял в Гуру, Он должен был умереть. Но Кришна сказал, ладно. Он всего несколько месяцев был преданным, едва-едва начал. Но Кришна все сделал из-за того, что у Него была связь с Гуру. Говорится, что Бхакти Ахайтуки. Обычно мы переводим этот стих, что Бхакти должна быть без каких-либо материальных мотивов. Но здесь, Вишванат Чакраваттита тут переводит по-другому. Он говорит, это означает, что у Бхакти нет материальной причины. Один перевод это в том, что мы не должны совершать Бхакти с какими-либо материальными причинами и мотивами, как, например, освободиться от беспокойств, от страданий. Но Он говорит, что у Бхакти нет материальной причины. Он говорит, что так или иначе эта личность, ведомая своей судьбой, стала благосклонна к тому, чтобы слушать обо Мне. Он использовал слово Ядритчая. Так или иначе Он получает Мою Бхакти. Бхакти растет сама по себе. И Он подчеркивает, как Кришна дает Свою милость и Бхакти. Некоторые люди понимают слово Ядритчая как к благу удачу. Что означает, что причиной Бхакти будет благая удача. Но мы только что сказали, что Бхакти независима. Могла ли хорошая карма создать Бхакти? Бхакти будет зависеть от хорошей кармы? Нет. Некоторые преданы, особенно индусы, обладают этим заблуждением. Если Бхакти в Моем гороскопе, иногда они показывают такой недостаток искренности. Это поразительно. Если Кришна захочет, Алибхарда Кришна всегда хочет. Нет. Он просто ждет, когда ты захочешь. Если Бхагаван захочет, я стану. Нет. Есть абсолютно ложные понимания. Если Господь захочет, я стану Его преду. Да. Я готов. Любое время. Если готов, Бог хочет сейчас. Бог просит тебя через меня. Я проповедую Его послание. Он говорит тебе сейчас. Нет. Когда захочет, я буду делать. Он хочет сейчас. Когда захочет. Бесполезно. О, если Бхакти в Моем гороскопе, тогда я стану преданным. А иначе? Нет. Бхакти не в гороскопе. Бхакти не имеет ничего общего с кармой. Бхакти независима. Бхакти – это функция сваруфаша. Она не имеет ничего общего с этим миром. Тогда как же мы получаем Бхакти? Бхакти – это милость Господа вызывает Бхакти, верно? Да? Мы получаем Бхакти по милости Кришну? Да? Да? Да. Но некоторые люди получают Бхакти, а некоторые нет. Это означает, что некоторые люди получают милость, а некоторые нет. И что Кришна относится ко всем неравным. Но в Бхагавадгите он говорит, что он равно относится ко всем. Его прославляют как абсолютно беспристрастного. А теперь вы говорите мне, что его милость – причина Бхакти. Тогда? Что же тогда будет причиной Бхакти? Может быть, милость преданного? Но то же самое. Если вы предположите, что милость преданного – это причина Бхакти, тогда вы можете приводить те же самые возражения. Некоторые люди получают Бхакти, а некоторые нет. Это означает, что преданный пристрастен. Это выглядит как тупиковым путем. Но Вишвана Чакраватри Тагура говорит, ага, если мы анализируем природу Мадья 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 Кари, мы сможем увидеть, что преданность – это одно из его качеств. Это вовсе не недостаток. Утама Адья Кари видит все равным, что все служат Кришне. Он видит, что все служат Кришне в соответствии с Моим настроением. Это можно увидеть в Гопи-гите. Когда гопи были в разлуке с Кришной, в Вену-гите, они в разлуке с Кришной, и они видят оленя. О, посмотрите на оленя, они такие удачливые. Они могут пойти и вместе с мужем пойти, чтобы увидеться с Кришной. Наш муж никогда не придет к Кришне. И они, мужья, не позволяют нам ходить к Кришне. О, какие удачливые олени. Они проецируют свое настроение любви на олене. То есть они видят женщину Пулинда. На Говардане есть одно племя, примитивные люди. Не в обществе. Они живут в джунглях. О, посмотрите на эту женщину Пулинда. О, они такие удачливые. Они поднимают кум-кум из травы, прикладывают ее к сердцу. О, они такие удачливые. Они воображают своими глазами любви. Они говорят, о, Кришна был там, и немного кум-кумы упало с его лотосных стоп, который идет в сердце Радики, и Кришна прилагает твои стопы к ее сердцу, и потом с его стопы эта кум-кума попала на траву. И девушки Пулинда прикладывают эту кум-куму к своему сердцу. Это не происходило на самом деле. Но в своем безумии любви они так видят. Девушки Пулинда вовсе не заботятся о Кришне. Но они говорят, о, девушки Пулинда. Утамадикари не дает бхакти. Если только он не спускается на уровень Мадьяма Утама, на высший уровень Мадьяма, тогда он дает. Мадьяма Адикари чистить, пристрастие. И Бхагаватам принимает эту пристрастие как естественное качество Мадьяма Бхакти. Мадьяма дает любовь Кришне, у него дружба со всеми предателями, милость к невинным, и он пренебрегает за личниками, поэтому он пристрастен. Мадьяма Адикари поэтому дает милость. И Бхакти приходит по милости Мадьяма Адикари. А милость Кришны следует за милостью Его преданного. Это не вовсе напрямую милость Кришны является причиной бхакти в другом человеке. Это Мадьяма Адикари, который дает эту возможность. И тогда уже Кришна дает свою милость. Договорились? Но, даже если мы принимаем, что милость преданного – это причина бхакти, на самом деле причина этой милости – это бхакти в сердце того преданного. Бхакти вдохновляет преданного дать милость тому человеку. Как вчера, например, в сентябре Найанамани Манджаре. Можно было видеть, эта девушка пришла новая, и с первого же раза, когда она пришла, я сказала, так или иначе я должен связать ее с потоком бхакти. Это ведет не из моего ума. То маленькое количество бхакти, которое есть у меня в сердце, подталкивает меня. Дай меня этому человеку. Это бхакти в сердце прерывного, которое подталкивает прерывного давать себя другому человеку. Бхакти вызывает бхакти, и таким образом, утверждается самопроявленная и независимая природа бхакти. Кришна провозглашает превосходство своего преданного. Он дарует преданному полномочия распространять его милость, свакрипашакт. В гите Кришна говорит о Своей милости, как о средстве достичь умиротворения и высшей обители. И этот прасад, это милость Кришны, какую же форму она принимает? А такую, что Кришна дает по Своему преданному могущество раздавать Свою собственную милость другим людям. В другим словами, человек получает милость Кришны через милость преданного. Бхакти проявляется в сердце преданного только по милости Мадьяма Адикари. Гурудар давал лекцию к Мадуре Канамбини. И он говорит, что преданный получает Бхакти не по милости Уттма Адикари, потому что он на всех смотрит равно. Уттма Адикари в роли Мадьяма или Мадьяма Мадьяма. Поэтому Садду Санга это главное условие для развития Бхакти. Затем есть большая дискуссия о том, как Бхакти не зависит от кармы и гьяна. Но это больше для Индии, где у людей есть это понять. Бхакти зависит от кармы или Бхакти зависит от хьяна. Слава Богу, на Западе мы обычно не оскорблены такого рода индусской философией. Затем, когда ты начинаешь практиковать Бхакти, когда принимают в школу садовников, ты получаешь семя, ты каждый день его поливаешь, растение начинает расти. Так же, как когда ты сажаешь тулус. Ты сажаешь семечко, поливаешь, 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 и вдруг о, маленькая тулуси выходит. О, у моей тулуси два листочка. И ты развиваешь мамоту, моя тулуси. О, у моей тулуси четыре листочка. Когда выходит растение Бхакти, в начале проявляются два листочка. Это может быть Вайди Бхакти, или если уже в прошлом ты развивал Бхакти и теперь возвращаешься, это может быть Рагануга Бхакти. Но это весьма редко. И вот эти два листочка обладают двумя качествами Бхакти. Клешагни и Шубадхи. Это первые два качества Саддана Бхакти. Клешагни и Шубадхи. Саддана Бхакти имеет двумя качества. Будь то Вайди Бхакти или Рагануга Бхакти, но у Саддана Бхакти есть два этих качества. Клеш огни означает, что Бабки освобождает тебя от страданий, клеш, от материальных переживаний и от всего неблагоприятного. И в особенности есть пять видов клеш, которые являются источником страданий. Клеш означает как само страдание, так и источник страданий. Когда душа падает в этот мир, мы знаем, что Майя покрывает душу. И это покрывало состоит из пяти уровней. Когда ты плетешь гирлядну, либо ты можешь делать вот так, цветок за цветком, либо ты можешь брать лепестки. И тогда ты складываешь лепесток, и складываешь, и складываешь, и потом иголочкой проблежаешь. Обычно именно такие гирлядны плетут. Лепесток очень мягкий, поэтому он не сопротивляется иголке. Но на самом деле иголочка протыкает все разные слои. Джива Госвами дает это пример. Джива Госвами дает это пример. Майя покрывает джива одним слоем, другим, третьим, четвертым, все одновременно. Но если бы ты смотрел это на замедленной съемке, ты бы увидел один, второй, третий, четвертый и так далее. И вот эти пять слои называются авидья, невежество. Асмита, ложное эго. Рага, привязанность. Двеша, аверсия к несчастью. Когда ты сопротивляешься несчастью. И абиневеш. Цепляешься за телесное наслаждение. Погруженность в материальную энергию. Авидья заставляет тебя принимать временное за постоянное. Именно авидья заставляет нас принимать свое временное тело за постоянную личность. Материальное наслаждение – это источник страдания. Но авидья заставляет нас принимать материальное наслаждение за источник блаженства. Это тело нечистое. Но мы думаем, что оно чистое. Я помню, в Индии люди из Гуджарата одного из штатов. У них есть очень сильное отождествление с телом. О, я думаю, ты из Гуджарата? Да, чистый Гуджаратий. В чем такая гордость, чтобы быть чистым Гуджаратий? Это не дает тебе духовное тело. У тебя тот же самый пластиковый мешок, полный всех нечистост. Это pure Гуджаратий, именно из невежества. Затем Асмита. Это отождествление с телом, которое, как мы видели в один из предыдущих дней, обладает двумя освещениями Ахамта и Мам, это я и мое. Это старое, доброе, ложное эго. Привязанность к грубому и тонким телам, как к собственному я. И также под влиянием Асмиты мы принимаем как единственное значимое только прямое восприятие чувств. То есть, только то, что мы можем воспринять своими чувствами. Затем Рага. Мы уже видели это слово раньше. Рага Атмика Бхакти. Бхакти вечных обитателей духовного мира. Их Рага, их чисто привязанность к Кришне, является неотъемлемой частью их существа. Затем мы говорим о Рага Атмика Бхакти. Следовать примеру тех, у кого есть Рага. Но эта чистая Рага, чистая привязанность к Кришне, в этом мире преобразуется в материальную Рагу. Привязанность к наслаждению чувств, желание получить материальное счастье и уменьшить материальное несчастье. Привязанность к объектам чувственного восприятия. Рага идет рука об руку с Кришной. Рага означает привязанность. А Кришна означает сильная жажда к наслаждению. В голове кого-то, кто уже наслаждался, как это работает. Мы всегда приводим этот пример. Сейчас очень жарко. В голове выпускает идея мороженого. Я думаю о мороженом. Это размышление. Первый шаг. Затем второй. Ты начинаешь вспоминать, последний раз, как ты ел мороженое. То есть ты снова проживаешь в уме, ты видишь как бы фильм в уме, как это было в прошлый раз. И затем, если ты начинаешь обдумывать это, это называется чувство, потому что ты чувствуешь, ты начинаешь помнить, как хрустит шоколадочка или маленькие орешки. А под этой хрустящей корочкой холодное ванильное мороженое. А что дальше? Хочу. Ты чувствуешь, думаешь, чувствуешь, желаешь. Поэтому эта рага подталкивает тебя снова наслаждаться тем, чем ты уже наслаждался. Поскольку у тебя уже хранятся эти воспоминания о прошлых наслаждениях. Самскара, впечатления в сознании, которые хранятся в памяти. И это хранилище памяти подобное потенциалу желания, васана. И эти спящие желания, васаны подталкивают тебя к тому, чтобы эти желания становились реальностью. Чтобы они проявлялись. Поэтому в физической культуре говорят, контролируй ум, контролируй чувства. Не удовлетворяй много своих чувств, регулируй в соответствии с физическим способом. Иначе это создаёт глубокие впечатления в твоём уме. И эти впечатления будут вновь подталкивать тебя к тому же самому. И мы же знаем, как у него как будто бы есть твоя излюбленная видеотека. И он хочет всегда смотреть свои излюбленные фильмы. У людей дома есть видеотека, они увидели где-то фильм, потом покупают этот DVD. И за тех иногда хотят пересматривать. И они могут смотреть какой-то фильм снова, снова и снова. У него большая видеотека. Все фильмы об удовлетворении чувств. И он снова хочет наслаждаться этим чувством. Поэтому подталкивает нас. Купи мороженое. О, в прошлый раз магнат был очень вкусным. И они говорят, нет, нет, корнетто лучше. Нет, я помню, магнат действительно вкусное мороженое. Мне нравится магнат. Поэтому у нас есть своё собственное излюбленное удовлетворение чувств. И рага подталкивает. Как стрекало, которым ты погоняешь слона. Или для буйволов есть палка с шилом. И ум всё время вот так вот колет нас. И это рага. А если ты не можешь купить мороженое, напряжение в уме уже наросло. Ты не можешь высвободить это напряжение. Когда ты приходишь в двеша. Рага, двеша всегда идут рукооб. Кришна говорит в Багавад-гита, что в каждой обусловленной Души есть эта двойственность рага и двеша. Если хочешь наслаждаться, это порождает напряжение в уме. И когда ты покупаешь мороженое, когда ты объединяешь чувство языка с объектом чувств с мороженым, напряжение, которое наросло в уме, высвобождается. И именно это мы называем счастьем. Освобождение, облегчение этого напряжения. И если ты приходишь в магазин, ты думал, что у тебя были деньги в кармане, но потом понимаешь, что денег в кармане нет. Но напряжение-то уже наросло. Забыл кошелек в другой одежде. Тогда это уже двеша. Ты сопротивляешься и злишься на то ощущение. Ты остаешься напряжением и не можешь высвободить его. Поэтому это болезнь. И это придает кнев против того, что препятствует твоему наслаждению и чувству. Можно видеть, что это такое. У них есть желание, которое они не могут выполнить. Черт. И они начинают проклинать. Это двеша. Я не могу наслаждать. Я не могу наслаждать. Это не работает так, как я планирую. И кто-нибудь начинает говорить тебе что-то. А, зап... Я не хочу случиться этот бриет. Не дай мне этот бриет. И двеша доставляет тебя завидовать и ненавидеть. И эта зависть и ненавидь бессознательно направлены против Кришны. Материалисты грозят облакам кулаком. Почему я не могу наслаждаться, как хочу? Это именно происходит из-за двеша. О, Бог! Он мне не позволяет наслаждаться чувствами без ограничений, как хочу. И люди начинают ненавидеть религию и Бога. Или они ненавидят свою жену, если жена не хочет давать ему удовольствие, которое она хочет. Или они ненавидят мужа, который не удовлетворяет им желание. Все это происходит из-за двеши. Раха и двеши идут вместе. Если есть двешное желание, то что говорит Кришна в Бхагавадгите? Обдумывая, размышляя над объектами чувств, когда ты наслаждаешься в уме этим мороженым, шоколадом, орешками, ванилью, это называется, что ты обдумываешь это в голове, ты развиваешь привязанность. Ты становишься привязан к этой мысли. И затем следующий шаг, ты хочешь кама, желание. Желание, если оно не удовлетворяется, получается гнев. Если ты замечаешь в себе гнев или в ком-то, можно отметить, что гнев является признаком неудовлетворенного желания. Поэтому в этом мире можно видеть людей. Гнев – это очень распространенная эмоция. Мы все через это проходим. Ты строишь какой-то план, и не срабатывает. Ты чувствуешь эту эмоцию гнева. Когда ты действительно был привязан к этой идее, ты так планировал, ты был уверен, и вот в последнем мгновении они не работают. Ах, к чёрту! Верно? Ты видишь, что в голове появляются такие чувства. О, нет! Что это такое? Некоторые люди становятся жестокими. Они начинают ломать что-то в доме. Или бьют жену. А жена бьет собаку. Или ребенка, а ребенок бьет собаку. Парам, парам. Парам, парам. Мужчина был на работе. Во все концов, он набрался мужества, чтобы прийти к боссу, ему повысили зарплату. Он говорил об этом с друзьями, он горел на себе, нет. Да, я покажу, я пойду сейчас поговорю с этим начальником. Строит всё своё шоу, всё это представление, показывает. И вот теперь он верит. Да, я получу хорошую зарплату. И он идёт к боссу, а босс говорит ему, нет. Он возвращается домой. Он начинает злиться. А она что-то отвечает плохое, потому что это же совершенно несправедливо. Затем он злится ещё больше. Начинает бить жену. Потом сын возвращается домой. Немножко задержался. «Эй, ты почему опаздываешь?» Мальчик в непонятных ухудёт, видит собаку в коридоре, пинает её. Система парампуры. И это происходит повсюду в мире. Это происходит из-за раги и веши. И последнее, это Абинивеша. Абинивеша – это погружённость в материальную энергию. Бхактиноди Такур, Бхактитатва Вивеки, говорит. Он использует слово «майя-бинивеша». Погружённость в материальную энергию навязывает Дживе ложные определения. И из-за Абинивеша кто-то инстинктивно цепляется за наслаждение тела. И это придаёт ему страх, что смерть разлучит его с этими телесными наслаждениями. Из-за Абинивеша Человек начинает неправильно думать о себе, как о мёртвом, когда его физическое тело разрушается. Но я уверен, что у тебя были на то веские причины. У тебя психология? Да? Да. Я в такой теме. Затем. Бхактиноди Такур, Бхактиноди Такур, Бхактиноди Такур, Бхактиноди Такур, Бхактиноди Такур, Бхактиноди Такур. Вот этот стих говорит об Абинивеша. Страх рождается вторым отождествлением. Что такое первое нормальное отождествление? Я вечный любящий слуга Пишни. Это истинное отождествление, истинное эго души. Когда душа падает, она развивает в себе второе отождествление, ложное. Ложное эго. Теперь отождествляет себя с телом. И как только ты отождествляешь себя с телом, а не с душой, возникает страх. Страх рожден отождествлением с телом. Прабхупада говорил как Сократ, великий греческий философ. Прабхупада говорил, что Сократ был осознавшим Брахман. Он был на платформе Брахма Бута. Он был свободен от отождествления себя с телом. Поэтому он был свободен от страхов. Поэтому, когда афинские лидеры обвинили его, что он портит молодежь своей философией, что он делает молодежь отреченной. Они не будут тогда хорошими гражданами. Ты должен перестать. А он ответил, я не могу, я выполняю свою обязанность, я учу. Поэтому они возбудили против него судебное дело. Известное последнее слово Сократа своим судьям. Его приговорили выпить яд. А он сказал, вы можете убить мое тело, но вы не можете убить меня. Бесстрашен. Нет страха, потому что нет отождествления с телом. Нет Майя Абинивеш. Он уже осознал Брахман. Поэтому, даже если мы хотим быть материально спокойными, юноши и девушки, пойдемте к Брахману. Воззнание Брахману. Воззнание Брахмана. Брахмабута. Это платформа радости. Больше нет страхов. Больше нет беспокойств. Брахмабута. Брахмабута. Его слонорист уtech, поэтому плохо на �ен. Естественная склонность души поверхнуться к Богу... переворачивается, искажается... Как мы стали извин凡ищом, с которым не может быть нейтральной. она не может быть непривязана. Душа должна быть привязана к Кришне, естественно. Когда ты приходишь в этот мир, бипарья я смири, то есть сознание потерпевает преобразование, скажет, и теперь оно уже привязано к Майе, к Майе Абиневеш. И из-за этого страх. Поэтому разумный человек, чтобы освободиться от этого страха, от нежелательных условий, будха, тот, кто обладает разумом, он должен поклоняться, Бхакти Экаеша Гуру Дева Татма. С однонаправленным умом он должен развивать путь Бхакти и любовное служение Кришне. В каком настроении? Гуру Дева Атма. Мой Гуру Дев – это мое почитаемое божество Гуру Дева Атма. Он так же дорог мне, как и моя душа. На самом деле он и есть моя душа. Как мы уже говорили в один из дней, теперь у нас ложное эго, которое придает нам наше ложное отождествление. Поэтому моя Атма, моя душа, я говорю «моя», на самом деле я и есть душа, но поскольку я не знаю себя, я говорю о том, что у меня есть душа. Поэтому я не знаю мою Атму, мою личную, мою настоящую индивидуальность. Поэтому моя Атма неизвестна мне. Кто я на самом деле, я не знаю. Я думаю это да. Я русская. И как же keep this identity, this false? Как же сохранить? How to keep? How to be? How to grab this identity, but it's false? Ты поддерживаешь себе это отождествление, но оно ложное. Это ложное Атма. И я ставлю свое ложное эго под настоящее эго, под Гуру Дева. Гуру Дева Татма. То есть я принимаю Гуру Дева своей душой. Я верю, что он дороже мне, чем моя душа. Именно это мы поем обычно. Ты мне дороже жизни. Муджи праносо пьяре хо. То есть ты моя душа. Ты так же дорог мне, как моя собственная душа. На самом деле, что дорого? Тело дорого каждого. Из-за ложного отождествления. Но тело это не настоящая личность. Почему дорого тело? Потому что внутри тела я, душа. А что такого привлекательного в душе? Это маленькая, неотъемлемая частица Кришны. Поэтому на самом деле, что привлекательного? Кришна. Что является самым дорогим? Кришна. Он один. Нет подобного имени. У него нет соперников. Никто не может быть дороже Кришны. И только из-за Кришны, только потому что он источник всего сущего, потому что все сущее обладает каким-то качеством Кришны, только поэтому душа привлекает. Поэтому, когда ты идешь на природу, любое животное, которое ты видишь, ты видишь, что он привлекательным, или какое-нибудь красивое дерево, ты привлекаешься к нему. Почему мы привлекаемся к белкам, птичкам, кроликам? Почему? Потому что в них есть душа. И душа, которая является неотъемлемой частью Кришны, обладает какими-то Его качествами. Поэтому то, что на самом деле привлекает нас, это Кришна. Но из-за того, что у нас очень размыто наше видение, мы думаем, что эти животные или эти люди привлекают меня. Что привлекает мужчину в женщине? Красота. Но откуда происходит эта красота? Красоту ты можешь видеть в глаза. Глаза сияют. Ты не просто смотришь на тело женщины, ты смотришь ей в глаза. И в ее глазах ты видишь свет, который идет из души. А в чем доказательство? Если душа выходит из тела, никто больше не смотрит на это тело. Мисс Вселенная, как я уже говорила на днях, самая красивая, на которую все мужчины смотрят с открытыми ртами. Если она умирает, то есть если душа уходит из ее тела, больше нет света в глазах, больше нет жизни. Ее прекрасное тело лежит перед тобой. Да кого оно волнует? Все просят только, чтобы вы его вынесли побыстрее. И что же привлекает нас в каком-то? Душа. Потому что душа – это маленький Кришна, мини-Кришна. То есть она создана по образу и подобию Кришны. Однажды я прочитал, как Прабхупада дает поразительное объяснение, развивается еще больше, немного другим образом. Почему мы защищаем это тело? Потому что в теле сверх душа, а у души есть естественная привязанность и любовь к Кришне, не даже несмотря на то, что это бессознательно. Поэтому то, что на самом деле подталкивает нас защищать это тело, Прабхупада говорил, это бессознательное желание защищать Кришну. Потому что у души есть любовь. О, Кришна там, все это бессознательно, но происходит. О, Кришна в моем теле, я должен защищать это тело. Я боюсь. Потому что Кришна там Прабхупада говорил, что это система защиты души, которая хочет защищать Кришну. Как мама, она хочет защищать младенца. И душа хочет защищать Кришну. Поэтому в конечном итоге Кришна нам дороже всего. Мы привязаны к телу, поскольку в нем есть Кришна. Или поскольку душа есть, и она выглядит как Кришна. Она обладает какой-то частью замечательных качеств Кришны. Поэтому Бхактия Каеша Гуру Дева Татма. Чтобы освободиться от страха, освободиться от ложного отчисления от Майя Абинивеш, я буду заниматься Бхакти с решительностью, принимая Гуру Дева своим почитаемым божеством. Я считаю его дороже, чем свое собственное Я. Потому что то Я, которое я знаю, все равно ложное. Что такое то Я, которое я знаю? Я юная русская девушка. Или я старый француз. Это все ложь. Ты не маленькая девушка, симпатичная русская женщина. Я не старый француз. Мы все вечные души. Это наше истинное отчисление. Поэтому давайте будем считать Гуру дороже нам, чем это ложное отчисление. Я русская девушка. Я русский. Нужно расстаться с этими ложными отчислениями и стать привязанными к Гуру Деве. И снова привязанный к Гуру открывает врата к освобождению и освобождает от привязанности к материальным вещам, что для души является величайшими узами. Прабхупада пишет, нет более великих уз для души. Нет более большего препятствия к истинному благополучию, чем думать о чем-то, чем считать что-то важнее или приятнее, чем самоосознание. Каждый раз, когда Майя приходит со своей рекламой, вот моя визитная карточка, в любое время ты можешь мне позвонить. Каждый раз, когда звонит Майя, вы должны знать, что это просто песня сирены. Вы же знаете. Улисс в Одиссея, когда он проплывал через одно определенное место, он приказал своим матросам привязать себя к манике, Потому что, когда сирены начинают петь, никто не может сопротивляться. Акцеровательных голосов, потому что они показывают только верхнюю часть своего тела, очень привлекательную. «Ой, дитя, пойдем со мной, что ты будешь с Бога, как красивая женщина, ты не видишь, что половина ее тела – тело рыбы». И они утащат тебя в свое царство, где ты не можешь жить, поскольку ты же это не рыба. А по легенде, несметные моряки уже пали жертвами этих сирен. Ты приплываешь в это место после долгого-долгого путешествия на корабле. У них на кораблях-то женщин нет. В те времена женщина на торговом корабле считалась очень неблагоприятным знаком. Потому что там только мужчины, и если среди них будет женщина, то умы мужчин будут возбуждены, они почувствуют выжделение, начнут драться между собой, будут злиться, потому что их желание не будет удовлетворено, поэтому никаких женщин на корабле. И вдруг ангелоподобная музыка, проявляется дневная красота, все мужчины раздевают рот, нет, 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 прыгают с кораблей. Можете ли вы жениться на водяной женщине, на русалке? Хвост от ее ты не видишь, ты видел только прекрасные волосы. Поэтому Улис сказал, привяжите меня к мачте. И он хотел освободить себя. Затыкал себе уши, пытаясь не слышать. И мы должны знать, что когда сирена Май зовет нас, это только наша естественная привязанность к Кришне, которая противела випарья-смрите, преобразование, и теперь заставляет нас поверить, что хорошая женщина сделает меня счастливым, или хороший мужчина осчастливит меня. Просыпайтесь, просыпайтесь, не бойтесь проснуть, не бойтесь оставить ее. Затем второе качество бахти, это шубхада. О, я забыл, забыл, забыл. Кле-шагни, в освобождении от страданий, бахти будет освобождать нас от страданий. Бахти будет растворять эти пять покрывал Май, которые также называются клеш. И также бахти будет освободить нас от четырех уровней кармы. Вы же знаете, карма как семя. А семя начинает прорастать, потом оно будет проявляться, и нам придется кушать плоды своих предыдущих действий. То есть четыре эффекта кармы, это прарабда, апрарабда, руда, или кута, и биджа. Все это включается в клеш. И Духовный Учитель будет выдергивать эти четыре уровня кармы. И это происходит только на пути бахти. Путь гьяны будет разрушать только апрарабда карму, но не текущую. В Бхагаватам в шестой песне упоминается Папа бидж, то есть семена грехов, желание совершать грехи, которые находятся в сердце, могут быть разрушены только с помощью бахти. Гьяна может разрушать только грехи, но не семена грехов. То есть ты разрушаешь поверхностно, но все семена, которые находятся в почве, они все еще там. И со временем они прорастут, вновь будут желания, вновь карма, и опять все то же самое. В Бхагаватам говорится, все эти четыре стадии кармы разрушаются с помощью бахти. И более того, бахти уничтожает авидью, первую из пяти клеш. Авидья – это особая энергия Майи, под влиянием которой джива забывает свое изначальное положение. Эта авидья называется карма-васана, желание к материальному наслаждению. Бхагти не только стирает эффекты, она идет к самому корню авидьи и выдергивает его. Разумеется, это постепенный процесс. Это не происходит ненаверно. Ты принимаешь инициацию и все. В Искон мы так верили. Именно так нам объясняли. Когда ты получаешь инициацию, Гуру забирает твое карму, и все, больше никакой кармы. И предыдущие не могли понять, почему еще что-то происходит. Они цитировали, как Бракхупада говорит, когда ты получаешь посвящение, Гуру выдергивает фен из розетки, вентилятор из розетки. Если ты останавливаешь вентилятор вентилятор, благодаря центробежной силе, он все еще продолжает вращаться, замедляя, замедляя, замедляя свое движение, потом только останавливается. И на самом деле инициация у истинного Гуру подобна тому, как ты выдергиваешь этот вентилятор из розетки. Но если вентилятор вращался на полной скорости, как мы это видим в Индии, можно посчитать, что нужно какое-то определенное время, чтобы перейти с полной скорости до полной остановки. Но что мы обычно делаем? Мы получаем посвящение. Гуру выдергивает вентилятор и говорит, не делай вот эти четыре плохих вида деятельности. Защищай свою факту. Воткни четыре палочки, как в Индии, чтобы защитить растения, которые хотят есть так много животных, а не тыкают четыре палочки и окружают забором. И вот четыре принципа и забор садусангхи. Оставайтесь в общении с преданными. Тогда ты сдадут защиты. Поэтому мы собираемся вместе. Потому что в общении с преданными материальные желания сокращаются. Ты слушаешь, ты осознаешь их тщетность и тебе помогают контролировать твой ум, твои чувства. И гуру будет выдергивать этот вентилятор. Но у нас есть склонность вновь включать этот вентилятор в розетку. Он начинает, гуру опять вытаскивает. И опять мы включаем. Поэтому нужно какое-то время, прежде чем клеш-агни будет завершено. Гуру Дэв говорит, Семя Бхакти, Бхакти Латта Бхиджи, которое также называется Шрадха, вера. Содержит в себе неразвитое проявление Бхавы. Как семя, есть уже цветок и плод. Как только семя Шрадхи посажено в сердце, Бхакти Дэви появляется там. В то время Бхакти Дэви очень нежна. Как новорожденная девочка. Это было сказано в Бхакти Датву Вивеке. И ее нужно защищать, иначе она просто примет форму Анарха. Другими словами, если мы не будем защищать свою веру, свою Бхакти Лату, если мы будем поливать ее каждый день с помощью воспевания, тогда вместо того, чтобы убить растение Бхакти Латы, когда Шрадха становится все сильнее в себе, и мы становимся все более решительнее, убеждены, и практикуем все серьезнее, тогда вода, в случае не воспевания, будет поливать только ваши сорняки. И поэтому тут сказано, если ее не защищать, она просто будет принимать форму Анарха. Как, например, если вы поедете на дачу, вы готовите почву, сажаете, выдергиваете все сорняки, сажаете семена, потом поливаете, и уезжаете. И регулярно это дождь, есть солнце, ну все хорошо. Вы не ездите туда регулярно. Вы возвращаетесь через песен, хорошей погоды, дождей и солнца. все, что ты видишь, это только огромные сорняки, потому что тебе не просто нужно посадить ягоды, или что бы ты там ни сажал, тебе нужно выдергивать сорняки, иначе вся вода, весь дождь и солнце будет кормить сорняки, и они задушат растения, которые ты посадил. Со мной так было. У меня был маленький баджан-кутир, когда я принял Шак-Француз, я подумал, хорошо, я посажу овощи, меня начал сажать, потом преданные пригласили меня на проповедь на юг Франции. Никто не заботился о шаре. Когда я вернулся, трава вот такая, где мой салат, где мои овощи, большущие сорняки. Если мы не будем защищать свою бахте, она будет проявляться только как анардхи. Такор Бахти Винодд says, the danger of disease remains Бахти Винодда-такур говорит, что опасность болезни остается until this, you know, delicate бахти becomes free from анардха and transform into nishtha where no anartha can easily arm her. когда уже ни одна анардха не может с легкостью побеждить ей. Then the second quality of bhakti, samana-нардхи, is shubha for auspiciousness. So, klesh agni, shubhada. Klesh agni, shubhada. So auspiciousness, it consists of qualities such as detachment, disinterest in material affairs, sometimes it's a big problem for devotees, who say, as I started to practice bhakti, I cannot do my job anymore, I cannot do my job anymore, I cannot practice anymore my profession, because in a way we don't have this sense of dharma, we should do your duty. Then the body starts to, oh, maybe I could do something else, to make money, so I could practice my bhakti, and that's why all kinds of schemes, and they all try all kinds of schemes, selling dates, or maybe some pyramid business, or maybe some pyramid business, it's always, no, always some pyramid business coming regularly like way. They will say, oh, you know, it's happening. It's a pretty successful system. It's very safe, and not much investment, and then it works in pyramids, and then it works in pyramids, and then it works in pyramids. и ты можешь ехать в Индию, не проблема, практиковать свой баф. И в Суслик заворачивает шоколадки в алюминиевую фольгу, ну да, конечно. Это реклама швейцарского шоколада. Они показывают, как мультик по телевизору. Мужчина говорит мачку, ты знаешь, как делается наша шоколадка? Фиолетовые коровы сами заходят туда, где их доят и спонтанно проливают свое молоко. А кто же делает шоколад? Суслик. И потом тот же Суслик заворачивает все шоколадки в фольгу, а маленькие мальчики заворачивают в опешку. И вот так ты получаешь свой вкусный шоколадки Милка. Это абсолютно натуральный продукт. А маленький мальчик говорит большому дяде, да, и Суслик заворачивает шоколадки в алюминиевую фольгу. Ну конечно. А что насчет вот того? Мои глаза перестали видеть как положено. Глаза такие. А ты говоришь, у меня глаза круглыми вдруг стали. И Суслик заворачивает шоколадки в алюминиевую фольгу. Я поверил. Итак, незаинтересованность в материале, желаем и заинтересованность в Верховном Госпоте, дружба ко всем, милость, прощение, искренность, правдивость, простота. Ты равно относишься ко всем. У тебя есть любовь ко всем дживам. Ты становишься объектом любви всех и каждого. Ты обладаешь всеми хорошими качествами, счастьем и так далее. Смирение. Я цитирую замечательный стих из 11-й песни Бхагавата. Преданность. Прямой опыт духовной реальности. И отречение от материальных вещей. Эти три процесса происходят одновременно, когда человек действительно принимает прибежище у Кришны. Ты чувствуешь все больше и больше преданность. У нас есть непосредственный опыт, какое-то осознание. Ты становишься отречен от материальных вещей. В точности так же, как когда ты ешь, с каждым укусом приходят удовольствие, питание и свобода от голода. Когда ты ешь, у тебя постоянно происходят три процесса одновременно. С одной стороны одновременно, а с другой стороны время нарастают. С каждым укусом. Очень вкусно. Спасибо. Очень вкусно. Спасибо. Питание. Ты чувствуешь себя хорошо и голод свой уходит. И мы должны видеть три этих эффекта по мере того, как мы практикуем. Все больше и больше устремленности. Мы получаем хороший опыт. И затем приходит отречение. И поэтому мы должны понять, что хорошие качества и разрушение невежества приходят одновременно. То есть лешагни и шобода. Два этих качества бхакти проявляются одновременно. Постепенно. И бхакти развивается по разным стадиям. Начиная со Шрадхи. Бхакти Татва Вивеки сказано. Человеку необходимо, говорят, что человек должен развивать себя в Шрадху веру. Когда он осознает превосходство бхакти. Когда он осознает превосходство бхакти. То есть как только вы поняли, что бхакти – это лучший вид детьми. Высший вид. Из всего, что есть в Ведах, бхакти – это высший вид. Когда вы это поняли, когда вы это приняли и начинаете практиковать, вы можете сказать – есть Шрадха. До тех пор, пока Шрадхи нет, да, бхакти – это хорошо, йога – тоже хорошо, пьяна – тоже хорошо, карма – ты не можешь определиться. И как только ты понимаешь, из кармы йога, пьяна йоги, аштанга йоги, которые также называют раджа йога, кундалини йога, многими другими знаниями. Из всех этих видов бхакти йога – самая высшая. И ты начинаешь бхакти, тогда это Шрадха. Шрадха – в то, о чем говорят писания по бхакти, а также в наставления гуру и саду. Это адикар – это необходимая квалификация для того, чтобы начать в Айди-бхакти. А чтобы войти в Рагануга-бхакти, адикаром является Лобха-майи Шрадха. То есть Шрадха вместе с жадным стремлением. Я хочу служить, как служат они в духовном мире. Когда я слышу о преданности маленьких пастушков к Кришне, я хочу служить так. Когда я слышу о любви мамы Яшода, я хочу любить малыша Кришну, как она. Когда я слышу о любви гофи, ооо, позвольте мне развить такую любовь к Шья Масуду. И не только небольшое желание, сильное, жадное. Рудеф говорил, знаете, что такое жадность? Когда нищий видит принцессу или царицу Англии. Даже не думая, есть у него способности или нет. Я хочу жениться на этой принцессе. Он не думает. Это же невозможно. У него только я хочу жениться на ней. И он приводит пример с собакой. В Индии, на улице, когда вы покупаете какие-то сладости, например, молочные сладости, купаете, тебе дают помаленькую или чашечку из листьев, кладут туда росогулу и все, что купились, ты начинаешь есть. И вдруг ты чувствуешь, что кто-то на меня смотрит. Ты опускаешь глаза и видишь собаку. Вот так вот, сложив лапки. Она просто поглощена этим желанием. Она знает, что она не может получить это у вас, потому что ты ее побьешь или пнешь, потому что они всегда получают пинки. Но он вот так вот. Это Рагануга. Это Адикард для Рагануга. Когда твоя жадность достигает вот такого предела. Он ест всю росогулу. А что он оставит для меня? Я хочу той же росогулу. Когда у тебя есть вот такая жадность, как какая-то собака, которая не думает, может она это есть или нет, просто хочу. Не думая, что в Писании их говорится, ну ты знаешь, Адикард для Рагануги, это очень важно, что ты не достоин. Нет, когда все это ты оставляешь позади и перестаешь думать. Просто у тебя есть эта жадность, лобка. Вот это Адикард для Рагануга. А какой признак этой лобки? Свобода от вожделения. Если кто-то говорит о Рагануга, Рагануга, но если ты видишь, что вожделение еще есть, то это не настоящая жадность. А особенность Гуру Дева в том, что по его милости, благодаря его проповеди, он вложил семя этой жадности в сердца своих учеников. В этом его особенность. Именно поэтому мы должны слушать людей Гуру Дева, которые получили это от него. Он обучил своих проповедников. Он дал это. И они несут это настроение и это учение. Все проповедники Гуру Дева, не только Саньяси, а также Шимарани Диди, Ума Диди. У них это есть. И мы должны слушать эту особую презентацию Бакти Сиданта от проповедников Гуру Дева. И разумеется, если вы слушаете каких-то святых, таких, как сейчас, у нас есть Бакти Викьяна, Бхарати Махараджи, Махараджи. Многие преданные о нем говорят. И в нашей Санге самой выходят на новый уровень Бакти Данта Мадусудан Махараджи и Кришна предники. Это в нашей линии. Поэтому их можно слушать. И Барати Махараджи, он тоже Гаудия Ваишна. У него были отношения с Гуру Девом. Можно ходить с ним и получать вдохновение, благословение. Его презентация, по крайней мере, от того немного, что я знаю, а я хочу общаться с ним больше, обладает несколько другим подходом, чем Гуру Дев. Несмотря на то, что он святой. Но у каждого сада есть своя особенность. И наш Гуру Дев милостиво представлял Бакти, сделает ее гораздо проще и более легко доступной. Мы можем сказать, что Гуру Дев сделал Рагануга Бакти более доступной, чем когда бы то ни было. И это настроение, этот дух, его саньяси и его проповедники сейчас несут нам. Можно чувствовать, что приходит этот убежденный. Да, этот особый подход к Барте. Потому что есть разные способы прийти. Но у Гуру Дева есть особая презентация, его особый подход. Поэтому я бы рекомендовала особенно новым ученикам Гуру Девы или новым ученикам новых гуру Гуру Дева. Вначале попытайтесь впитать особую презентацию Бакти Сиданте нашего Гуру Дева, прежде чем бегать. Кто следующий на Махабагаду? Мы слышим о нем и о нем. Вначале утвердитесь сами в Бакти Сиданте своего Гуру. И затем, когда вы будете слушать святого, вы сможете понять, о чем он говорит. Вы сможете определить, да, это тот же парток или нет. Это Бакти, но не обладающая тем особым вкусом, который дал Гуру Дев. Я, разумеется, не хочу лишать кого-то мужества идти к святым и слушать их. Нет никакого сравнения с тем преимуществом, которое вы можете получить от святого или, например, от такого проповедника, как я. Но презентация Бакти Гуру Дева совершенно особая. И когда мы протестовали, оспаривая у Гуру Дева, ну почему вы хотите, чтобы мы были гуру? Мы не можем делать. Гуру Дев сказал, ну я обучал вас. Но у нас нет качеств. Я обучаю вас. Я верю, что вы не будете поступать, как Искон. И когда проявится Большой Саду, вы сами пойдете слушать и приведете своих последователей с собой. Такой план. Хотя мы можем быть не настолько возвышены, но мы несем этот поток Гуру Дева. На самом деле это единственное, что мы пытаемся делать. Пытаемся поделиться тем, что мы получили от Гуру Дева, чтобы раздавать Его учение, милость, Его любовь. Все, что у нас есть, это должно быть очень ясно. Еще идет от Большого Воса. В 12 часов опять же никаких баженов. Один вопрос, пожалуйста. Один вопрос, пожалуйста. Да, конечно, так много, как вы хотите. Как бороться? Есть привязанность к преданным. Мой личный вопрос. Есть привязанность к преданным, но когда мы видим материалистов, общаемся с материалистами, мы начинаем гневаться, потому что они делают неправильно, они делают не так, или совсем новых преданных. Что делать с этим гневом? И еще хуже, когда этот гнев на людей родных, которые в принципе не отвергают то, чем ты занимаешься. Как быть в этом случае? Мне соответственно затм 1890 и deleted. The question question is that there is some affection to the world, there is some attachment but when you see some materialistic people especially some misc. your relatives who are not against bhakti, but you see as well as new devotees, they are doing wrongly this and that, they are not doing as it was being taught, so and you start to feel some anger, and what to do with it? You have to be tolerant, like now in the ashram, like the younger girls, so you are like big sister, like little mother or big sister, for them like little mother or big sister, take care, do you care, do you care for them, so you have to be very patient, you have to be very patient, not, no need to be angry, you cannot force the transformation of a caterpillar into a butterfly, подстегнуть трансформацию гусеницы в бабочку, когда она уже заходит в окон, ты можешь подумать, о, я сейчас помогу. Нет, ты не можешь помочь. Ты можешь сказать, о, я буду делать что-то, ты не можешь делать. Но с преданными, с новыми, с преданными ты можешь снова и снова давать немножко советам, пытаясь понять, откуда идет мой гнев? Гнев означает неудовлетворенное желание. Хорошо. У меня есть желание, что они должны быть хорошими и преданными. Ладно. У Гуру Девы тоже было такое желание. И у их Гуру Девы тоже есть такое желание. Но мой Гуру Дев не гневается. Гуру Дев не показывал нам, «Эй, ты стивот, ты ни на что не ходишь, ты дебил!» Гуру Дев так не говорил. Он говорил, «Ты это делаешь неправильно. Почему? Ты не понимаешь или что? Пожалуйста, не становись слабым!» Гуру Дев говорит, «После замечательного фестиваля в Италии». Теперь я говорю, «Сидя на сиденье в язь». После того, как я уеду, некоторые могут пойти и вновь начать принимать марихуану. Не будьте слабыми. Всегда думайте, что Кришна, Гуру и Ваишна вы с вами. Если вы искренне, если у вас есть уровень Ништха, если вы нацелены только на Кришну, тогда ваша жизнь будет успешной. Вы достигнете эту цель. Будьте однонаправлены. Никогда не считайте, что вы одиноки. Гуру Дев говорит, «Не раскаивайтесь о прошлом, оно ушло!» Что происходит сейчас, пусть оно и происходит. Оно будет происходить, вы не можете это остановить. Не беспокойтесь о будущем. Оно произойдет, потому что должно произойти. Тогда почему же беспокоиться? Зачем переживать? «Ты дебил, ты почему ничего не понимаешь?» Как будет чувствовать себя преданным? Это травма. Ты чувствуешь себя парализованным? А зачем злиться? Они следуют своей природе. Если ты начинаешь злиться, ты не можешь быть милостивой к ним. А мы хотим давать шанс. Мы хотим им проповедовать. Так или иначе, те, кто могут взять книгу, если они не могут взять книгу, мы будем проводить харинаму. Они же не будут затыкать себе уши. Это очень редко. И у каждого из нас есть две маленькие дырочки, уши. И ты идешь с харинамой. Все на тебя смотрят, некоторые говорят, видят, но даже эти люди в форме святого имени приходят в сердце и касают, дают шрадху и сукрити, шрадху, веру. Но они бьются над нами. Говорят, да, Харе Кришна, вот придурки. Но они говорят Харе Кришна. И когда они так делают, они получают слагу. Знают они об этом или нет, нравится им это или нет, они получают сукрити и веру. И то имя дает веру в Кришну. И когда мы идем на харинаму, это лучший способ выражать свое сострадание. И ты их пытаешься, улыбаешься, даешь приглашение в флайеры, книги. Зачем злиться? Они в невежности. Они не знают. У них нет удачи. И мы хотим дать им милость. Я хочу видеть сладостную анангу, а не дикую анангу. Угра-анангу. Нет уг噓ана-ангу. Не смешной т assumes. Угра-нишлинг. Угра-нишлинга. Есть йоганандан реслинга. Вы хотите онg sway на анангу, приходится в кого то ectив 오피 комната. Угра-ананга! А не 획п devant дикую анангерую. Мы должны пытаться попробовать. И если ты видишь какую-то большую проблему, ты можешь в особенности молиться Гуру и Гураду, Швы и Гуру Деву, Швы и Нараним Хараджу, Парам Гуру Деву. Пожалуйста, у меня проблема с гневом. Пожалуйста, помогите мне. Дайте мне понять. Освободите меня от этого. Ты можешь даже попытаться делать EFT. Хотя я злюсь из-за этого или того, я выбираю любить себя и глубоко и полностью принять себя. И может быть будет возникать какая-то интуиция, что на самом деле этот гнев идет откуда-то из другого места, из моего проживого. Он выходит, но он идет от чего-то определенного. Потому что обычно эмоции похожи на лампочки на приборной панели. Если нет газа, загорается одна лампочка. Если нет воды или масла, другая. И эмоция, как эта лампочка, которая говорит, что есть потребности. Хорошо, я гневаюсь. Эмоция говорит мне, я нуждаюсь в чем-то. В чем же я нуждаюсь? Может быть, мне нужно принять природу этого мира? Может быть, мне нужно принять природу людей? Может быть, мне нужно принять, что я не Верховная Богиня, которая все контролирует? Что там? Но каждый раз, когда возникает эмоция, гнев, это всегда указывает на потребность. Любая эмоция, страх. Почему я боюсь? Что мне нужно? Страх возникает, когда ты думаешь, что ты нуждаешься в чем-то. И ты думаешь, что ты не сможешь это получить. Как, например, мы боимся смерти. Потому что мы думаем, мне нужно это тело, чтобы существовать. Потому что теперь у нас есть Асмита, одна из этих вещей, которая заставляет нас отождествлять себя с телом. И у нас есть Абинивеша, Двеша, которая заставляет нас бояться смерти, поскольку мы считаем, что это будет конец меня. Поэтому я боюсь смерти, страх из-за того, что я думаю, что мне нужно. Так почему мне это нужно? Я боюсь этого. А что мне нужно? Всегда есть связь. Любая эмоция связана с потребностью. Я в отчаянии. А какова потребность? Я печалью. Что мне нужно? Я луклюсь. Я все в доме могу разломать. А что мне нужно? Я в депрессии. Что мне нужно? Любая эмоция, возникающая у нас, отсылает какой-то потребности. Что мне нужно? Когда ты отождествляешь свою потребность, когда ты понимаешь, что эмоция – это физическая вещь, что-то физическое, что проходит через тебя. Ты можешь чувствовать страх, например. Если ты очень испуган. Ты можешь чувствовать, что эти химические элементы бегут по твоим следам. Если ты действительно злишься, ты можешь чувствовать адреналин. Это физическая реальность. Эмоция – это мысль, связанная с телесными чувствами. Но если ты не сопротивляешься, говоришь – хорошо, я боюсь. Ну, боюсь и боюсь. Я не сопротивляюсь страху. Он не следует своему естественному циклу. Но самое важное – это попытаться связаться с потребностью. Что мне нужно? Я злюсь на что? Что мне нужно? Что меня заставляет? Почему я выбираю гнев в качестве реакции? Потому что в конечном итоге мы выбираем это. Мы выбираем. Я выбираю злиться. Я мог выбрать сказать – ну и ладно. Но я выбрал гневаться. Но обычно мы не думаем. Нет, она заставляет меня гневаться. Он разгневал меня. На семинаре я привожу пример. Один мужчина говорил, когда моя жена начинает говорить в этом особом тоне, с некоторым сарказмом или издевкой в голосе. Я просто прихожу в спешенство. Я взрываюсь. Я не могу себя контролировать. Хорошо. То есть ты говоришь, когда она говорит так, ты не можешь контролировать себя в точности. Вы меня поняли. Хорошо. Если я дам тебе десяти тысяч долларов, чтобы ты не взрывался таким образом. О, ну ради десяти тысяч долларов, я думаю, я могу себя контролировать. Ага. Ага. Но ты только что сказал мне, я не могу контролировать себя. Я взрываюсь. Это сильнее меня. Да, но ведь десять тысяч долларов. Хорошо. Теперь ты говоришь мне, что ты выбираешь гневаться по каким-то причинам. Это опция, которую ты выбираешь в качестве реакции. Ты мог бы выбрать «Спасибо, что ты меня учишь». Два дня назад кто-то… Я зашел на сайт. Я задал один вопрос. И получил какой-то ответ. И я сказал, этот ответ не верит. Эта личность совсем не такая, поскольку в том, что он пишет, он пишет то-то, то-то и то-то. И тот человек, который писал мне, отвечает мне, можете объяснить мне больше. Я не бросаю вам вызов, мне просто интересно. И я объяснил немного больше. Я говорил, я не хочу критиковать, но мне настаивали, я хочу знать больше. И затем я написал большой ответ, объясняя подробно. И этот парень ответил мне огромным письмом. Как вы мне могли писать такое письмо, полное яда? Я не вижу, в чем ваишнавизм в вашей письме. Я не вижу даже не начало качества смирения. Я мог сказать, эй, ты что-то совсем уже заговорился, ты мне задал вопрос. Я ответил, братцы, ты настаивал, я ответил больше, ты настаивал еще. Ты же большой человек, ты можешь слушать. А теперь ты думаешь, ой, я жертва. Вы разбили мою веру. Но я так не делал. Я ответил, спасибо за то, что ты так милостиво учишь меня. Что напоминаешь мне о том, что я не ваишна. Спасибо большое за то, что ты указываешь мне на полное отсутствие смирения. И в какой-то момент он сказал, я не понимаю. В какой-то момент он мне говорил, я не понимаю, как такой разумный и хорошо обученный саньяси может одновременно давать такую большую порцию яда. И я сказал, ой, в одном, то есть одновременно я получаю разумным, образованным, но теперь одновременно я еще и ядом кормлю. Ты обладел искусством, как одновременно и ободрять, и уничтожать, получить это своей милости. И снова он говорил, это не ваишна. Я говорил, спасибо большое за то, что ты напоминаешь мне. Я прочитал, как Нарана Махараджи читает твоих саньяси, не критикуйте других гуру. А я критиковал не гуру, просто кого-то, кому он немножко хорошо относится, кто вовсе не является гуру того человека. Я сказал, спасибо за то, что ты так милостиво напоминаешь мне наставление моего гуру. А в результате, сразу после того я получил письмо. Махараджи, пожалуйста, я хочу глубоко извиниться перед вами, я умоляю вас о милостиве. Почему я вам так написал? Вы мой старший, я не могу противостоять вам. Пожалуйста, может быть вы меня не так поняли. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я выбрал такую реакцию, хотя мог бы сказать, эй, кто ты думаешь, что ты такой вообще? Я не хочу случить это дерьмо или что угодно. А я сказал, ты так милостивко. Я выбрал такую реакцию, а мог бы сказать, твое лицо, господи. Поэтому мы выбираем. Ты выбрал злицу, но если бы я дал тебе 10 тысяч долларов, ты бы уже не стал под злицу, поэтому ты выбираешь эту реакцию. И почему же ты так гневаешься, что же тебе нужно? Может быть мне нужно верить, что в моем внутреннем кругу я могу получить какое-то прибежище и доброту? Или может быть мне нужно расстаться со своими иллюзиями? Что угодно. Но какова потребность? И когда ты понимаешь потребность, это большая часть решения. Тогда ты можешь выразить эту потребность. Не вот так вот. Ты наставляешь меня гневом. Ты такая плохая женщина. Ты не выполняешь свой долг. Ты должна меня слушать. Ты можешь выбрать совершенно другой подход. Ты можешь сказать, когда я это слышу, когда я это вижу, я чувствую. А что я чувствую? Я чувствую гнев. Я чувствую такой гнев, что могу убить тебя. Ты можешь это сказать. Но какова моя потребность? Ты отождествляешь свою потребность. Тогда ты выражаешь. Можешь, пожалуйста, подумать об этом? Можешь, пожалуйста, изменить свой способ разговора, например? Любой, кому бы ты так не подошел, это не гарантия, но это вызовет наиболее лучшие из всех возможных вопросов. Лучший ответ. Но если я скажу, ты меня так разделала, я тебя побить хочу. Как я буду отвечать? Либо вот так, либо я убегу, либо я буду бороться. Три возможности. Либо скукожиться от страха, либо сбежать, либо начать драться. В соответствии с определенной обусловленностью человека. Это чистая психология для Мани Манджари. Это то, что ты учишь. Но всегда есть инстинктивная реакция на ситуацию. Как, например, у животных. Такие-то животные прячутся. Как ежи. А, как ежи, да. Либо сбегают, как кролик. Либо они встречают опасность лицом к лицу, как медведи. И у нас у всех есть эта реакция. Поэтому, если ты проецируешь на меня свой гнев, то есть большой шанс на то, что мой ответ будет не таким. О, какой ты добрый. Что показал мне мои недостатки. А что насчет тебя? Нет. Почему ты не видишь бревна в своем глазу, вместо того, чтобы рассматривать соломинки у меня? Потому что мы разумные люди, но в то же самое время мы эмоциональны. Мы хотели бы, чтобы мы всегда подчинялись логике и причинам. Но чаще всего эмоции берут вверх. Поэтому, когда возникает гнев, и ты проявляешь этот обжигающий гнев, ты сжигаешь себя, но человек-то тоже обжигает. Поэтому, если ты обжигаешь кого-то, обычно они не будут реагировать. Спасибо за то, что ты обжег меня, ты такой добрый. Нет, они будут желать обжечь тебя в ответ. Но если ты научишься, как выражать эмоции, принимая ответственность на себя, не потому что, когда ты так делаешь, ты заставляешь меня так чувствовать. Когда я вижу это, или когда я это слышу, я чувствую. Я в ответе за свои эмоции. Ты посредник, но в ответе я сам. И тогда это моя ответственность понять, какова потребность, которая отправляет меня эта эмоция. Потому что эмоция говорит мне, ты гневаешься, потому что тебе что-то нужно. И вместо того, чтобы обзываться как совершенно не цивилизованный человек, как говорят, я десять раз прокручу язык у себя во рту, прежде чем сказать что-либо, и я пытаюсь понять, в чем моя потребность, на что указывает эта лампочка гнева на моем ментальной панели управления, на что она мне указывает, на какую потребность. Я не реагирую как пещерный человек. Я думаю, я злюсь, но что мне нужно? Тогда я выражаю потребность. Когда я это вижу, когда я это слышу, я чувствую такой гнев, что я могу ударить тебя в лицо. Это можно сказать. Но ты не делаешь. Ты говоришь, я мог бы. Мне нужно. Тогда ты должен уже понять, что же тебе нужно. И сказать. Можешь ли ты в следующий раз сделать что-то другое? Можешь ли ты подумать над этим? Ой, если ты это так представляешь, таким хорошим способом, то мне тоже будет хотеться прореагировать лучшим из всех возможных способов. Никто не хочет выглядеть уродом. 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 на свой гнев таким цивилизованным образом, тогда мне тоже хочется отреагировать немножко получше. И тогда вся ситуация успокаивается. Ответил человек спокойно, а потом он опять все так ведет. Ты вроде опять спокойно объяснил, потом опять то же самое повторяется до бесконечности просто. И что в этой ситуации вообще делать? Человек не реагирует все таки в итоге. А если человек не может реагировать как подогается, не важно как хорошо ты представляешь свой случай, то может быть тебе захочется просто отдалиться от него. Ты можешь сказать человеку, смотри, если ты не будешь проходить терапию, если ты не можешь так действовать, тогда прости, но я не могу. Я женщина. Я не настолько разумна как ты. У меня нет такого же контроля как у тебя у мужчины над моими эмоциями. Я не могу позволить, чтобы со мной так обращались. Эмоционально ты меня просто сминаешь. Можно это выразить. Если у тебя какая-то особая ситуация в голове или просто общее размышление. Тогда ты можешь просто пересмотреть отношения. Если ты реагируешь вот так, а человек все равно продолжает вести себя как ведет. Куда привозят меня эти отношения? Нужно ли мне на самом деле так сильно этот человек, что я должна терпеть вот это, чтобы получить то, что я получаю? Это называется ненасильственное общение. Это целое искусство. Но это основа. Мы всегда реагируем на ситуацию, где есть какая-то эмоция, которая отсылает нас к потребностям, и ты выражаешь просьбу таким образом, чтобы ее можно было обсуждать. Ты не требуешь, ты обязан так делать. Нет, ты делаешь просьбу. Это общая ситуация. Мужчин никогда никто не учил, что женщине нужно, чтобы ее слушали, чтобы о ней заботились, что им нужна любовь. Любовь вовсе не означает просто заниматься с ней сексом. Любовь означает, что тебя слушают. Лучшее доказательство любви – это внимание. Лучшее доказательство внимания – это когда ты слушаешь ее. Но никто никогда не говорил мужчине, что женщинам чрезвычайно важно внимание в той форме, что им нужно, чтобы ты их слушал. Иногда мужчины начинают бояться проблем женщины. Поэтому они пытаются сказать, что это не проблема, все хорошо, они беспокоятся. Женщины, которые сидят здесь, когда у вас есть эта эмоция, и кто-то говорит, все хорошо, пытаются заставить это исчезнуть словами. Как ты будешь себя чувствовать? Он не оценивает высоко, он не признает мои чувства и эмоции. Но женщины – это и есть ее эмоции. Потому что женщины живут на этом уровне. Никаких эмоций пытаются показать мужчины. Но женщины нуждаются в том, чтобы ты действовал так. То, что ты чувствуешь – это совершенно нормально. Ты имеешь полное право так реагировать на ситуацию. Это хорошо. Но никто никогда не учит этому мужчине. Это накапливается. И затем что выходит? Кризис. Ты меня не любишь. Ты меня никогда не слушаешь. Мне нужна любовь. Если ты говоришь мужчине «мне нужна любовь», вот в таком контексте, в потребности, у него это как огромная гора. Он с этим не может ничего общего иметь. Он не может с этим работать. Но если ты говоришь конкретными терминами, можешь ли ты меня десять минут подержать в объятиях? Это я могу. Но если ты говоришь «мне нужна любовь». Он не может с этим ничего сделать. У него нет необходимого. Ни кто его этому не учил. Когда перед тобой мужчина, ты должен знать. Он пещерный человек. До тех пор, пока речь идет об эмоциях. И он не знает, как вести себя с женскими эмоциями. Что делает пещерный человек? Тянет девушку за волосы и тащит в пещеру. Вот именно это его идея о женщине. Его никогда не обучали, как вести себя с женскими эмоциями. Если только он не учится сам. Но большинство мужчин не могут понять, почему женщины так много говорят об какой-нибудь чепухе во всех подробностях и так долго и со всеми его взглядами. Другая женщина понимает тебя на все сто. Да, да. Она понимает, она дает поддержку. Но мужчина... Да ладно, это же мужчина. Это же другой вид жизни. Массиане и венерянки Встречаются по какой-то непостижимой ситуации. Разве не так? Мы должны учиться. Мужчины должны учиться и женщины должны учиться. Покупайте книгу. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Давайте своему партнеру, чтобы он почитал. Покупайте две копии. Одну для себя, другую для него. Учитесь расшифровывать язык мужчин и поведение мужчин. А дайте ему копию. Хотя бы просто на стол положите. Не говорите. Дорогой, думаю, тебе нужно это прочитать. Положите рядом с телевизором или куда он там устремляет свое внимание. Или где у него там стопка спортивных газет. А через несколько дней Тут книжка на днях лежала. Да, я читаю. О, как хорошо. Да, мне было любопытно, что это, но я ее уже выкинуть собрала. Если ты прочитаешь эту книгу. Читаю боль и боль. Почему нас этому не учат в школе? Поскольку большинству из нас приходится проводить так много лет с существами с другой планеты. Можно было бы использовать эту книгу как словарь. Чтобы расшифровывать. Женщина говорит мужчине. Ты не хочешь сходить сегодня в пиццерию? Может поедим пиццу вечером? Мужчина честно думает, что это вопрос. Это же выглядит вопросом, верно? Чувствую ли я в себе желание пойти в ресторан и потратить деньги на пиццу? Не очень-то. Не очень-то. А женщина, уууу. Ты спросил, хочу я или нет, я ответил нет. А почему ты так реагируешь? А потому что он мне расшифровал и не понял. Что это не был вопрос, хочешь ли ты пойти в ресторан съесть пиццу. То есть, нет, нет, не вопрос в том, хочешь ли ты покушать сегодня вечером пиццы. Это было, смотри, я так устала, у меня тяжелый день, мне не хочется готовить. А потом, в последнее время, ты не так много обо мне заботишься. Почему бы нам в ресторан не сходить, как мы раньше ходили? Просто мы вдвоем. Хорошо, дорогой? Но она так не говорит. Она говорит. Но поскольку никто его не учил, как расшифровывать, а это она имела в виду. Но она женщина. Она боится, так спрашивает. Недостаток. Окей, плюс к всему у нее большой недостаток. Она думает. Если он меня любит, он должен догадаться, что мне нужно. Большая ошибка. Он не догадывается ни о чем. Ни о чем вообще. Потому что никто его этому не учил. Ему со своими собственными эмоциями справится сложно расшифровать, определить, понять их. Особенно определить, что это за эмоция такая. Потому что он же мужчина. Мужчина означает 7 особых характеристик ума. Одна из которых это эмоциональная пустота. Знаете, что означает эмоциональная пустота? Как женщина, ты не можешь этого понять. Потому что у тебя все время эмоции. Но мужчины, они могут просто повернуть выключатель. И делают все, что они должны делать. Господь сотворил мужчин и женщин разными. Женщине нужен этот суперчувствительный эмоциональный компьютер. Чтобы понимать потребности всех в семье. Младенцев, которые не могут говорить. У них должна быть суперантенна, чтобы понять, в чем потребность. Потребность маленького ребенка. У них должна быть очень развитая эмоциональная система. Чтобы работать с этим. Чтобы давать завод, любовь. Питать детей, кормить детей. Делать все, в чем нуждаются дети. Поэтому эмоциональный набор совершенно другой. А мужчинам, им нужно идти в материальный мир. Строиться, бороться, социализаться, убивать, защищать. У них совершенно другая эмоциональная система. Совсем разная. Совсем разная. И никто никогда им не говорил, Как функционируют женщины. Это как бы неизвестная планета. И в духовном движении Тебе снова и снова говорят, Не общайся с женщинами. Не общайся с мужчинами. Будь брамачарем. Будь брамачарини. И ты пытаешься. До тех пор, пока большинство людей не осознает. Мне нужно замужем. Слишком большое притяжение с той планеты. Но затем никто тебе не будет рассказывать, Как это работает. Теперь ты уже должен, по идее, знать все. Люди женятся. И они должны обладать полным знанием о том, Как функционируют мужчины и женщины. Но ведь никто никогда их этому не учил. Поэтому они учатся на собственных ошибках. Методом проб ошибок. О, простите, все взорвалось. Может быть, следующее. Так это и работает. Многим людям приходится проходить через одну, две, три. Живы в семейной жизни, Чтобы вместе методом проб и ошибок научиться. Как это работает? Ладно. Это было маленькое введение в другую тему. Как иметь дело с эмоциями? Потому что мы уже упоминали, что эмоция рождается потребностью. Нет, как говорит Бхагавад-гита, Рождается от неудовлетворенного желания. Обычно есть желание, потому что мы считаем, что мы в чем-то нуждаемся. Поэтому неудовлетворенная предполагаемая потребность. Тут же гнев. Но если с помощью духовного знания Ты понимаешь, по крайней мере, я, душа, Все эти потребности, это потребности ума, Это не мои потребности по-настоящему. Рождается некоторое облегчение, по крайней мере, понимание интеллектуальное. Но с помощью практики постепенно, постепенно. И также некоторые потребности должны удовлетворяться. Мы души, но обусловлены. И насколько я могу жить как душа? И насколько я все еще обусловлен и живу как ум? Нужно взвесить и понять, каков реалистичный подход. Поэтому вначале советуются, Когда ты изучаешь, Не связывайся с противоположным полом, Потому что очень сложно смешивать романы, секс и учебу. Концентрируйся на своем учебе. Сейчас мы учим в акте. Если после практики, Когда ты утвердишься в сознании Кришны, Ты осознаешь, Одному мне не справиться, мне помощь нужна. Я хочу партнера, с которым можно идти по жизни. Хорошо. Грудев советовал, так же как и Прабхупада, Постарайся побыть Брамачари и Брахмачари И не какое-то время. Насколько можешь, год, два, это зависит. Чтобы получить хороший опыт, узнать стандарты Бахти, Чтобы больше, чтобы тебя ничто не отвлекало, Ты учил науку. И если тебе нужно замуж, По крайней мере, ты будешь снабжена знанием. Ты не будешь полностью погружаться в иллюзию и удовлетворение чувств. Не будешь полностью забывать обо всех своих высоких ценностях. Будет удовлетворение чувств, потому что иначе ты бы оставалась одна. Но ты не будешь полностью пойман в это. Потому что ты уже был обучен, у тебя есть знания. По крайней мере, ты вооружен знанием. Шаг за шагом. Субтитры создавал DimaTorzok